Добрый вечер в эфире телеканала России 24 вести Ульяновск в студии Елены Гончаровой. Вначале коротко о главных темах. Сквер трех поколений стал камнем преткновения. Местные жители обеспокоены безопасность детей под угрозой. Помочь решить проблему взялся Народный фронт. В поселке Измайлово время повернуто вспять. Старинный дом инженеров получил второе рождение. Причем тут Томс Сойерфест расскажет Гульнара Шарипова. Готовь сани летом. Фок-лидер проходит плановое техническое обслуживание. К новому сезону во Дворце спорта меняют лед и ремонтируют раздевалки. За летний сезон в Ульяновске отремонтируют еще 20 домов. Стоимость работ 106 миллионов рублей. Все контракты с подрядными организациями заключены. Рабочие приступили к капитальному ремонту. В соответствии с пожеланиями депутатов Ульяновской городской думы сформирован перечень, согласно которого планируется выполнение работ по капитальному ремонту по 53 видам работ в текущем году на 24 многоквартирных домах. Один из адресов капитального ремонта Ефремова 5А. Жители дома ждали очередь на реконструкцию здания 10 лет. Сейчас здесь меняют систему отопления и горячего водоснабжения. Я бы не сказал, что холодно было, но вся эта система была очень ветхая, потому что в подвале приходилось постоянно что-то ремонтировать. То там протечка, то тут протечка. То есть все было, ну уже срок вышел эксплуатации. Капитальный ремонт системы отопления – популярная позиция на объектах в этой ремонтной компании. Город обещает завершить подобные работы до начала отопительного сезона. Все остальные ремонты – до 1 декабря. Сквер трех поколений – излюбленное место отдыха жителей микрорайона Репина. Его благоустроили. На территорию установили футбольное поле с 3D-сеткой. Детям нравится, но родителей тревожит безопасность. Сквер находится рядом с дорогой и не огражден забором. Местные жители написали обращение в Народный фронт. Вместе с его активистами на место выехала и наша съемочная группа. В будний сквер пустует, но в выходные здесь, по словам местных жителей, не протолкнуться. Дети катаются на велосипедах, играют в футбол. И часто бывает так, что мячи вылетают на дорогу. Дети, не раздумывая, выбегают на проезжую часть. Мы уже не можем прекратить заход сюда детей. Объяснить детям, что не играйте в мячик, не бегайте на дорогу тоже не можем. И на самом деле сейчас это очень такая критическая ситуация. Усугубляется ситуация в темное время суток. Местная дорога не оснащена светофорами. А зимой дети рискуют жизнью даже по пути в школу. По этой дороге, например, через городской усадьбы идут дети в школу. Это школьный маршрут. Поэтому здесь вдвойне мы должны обратить внимание на этот вопрос. На эту дорогу в том числе. Жители требуют обнести скверзабором и установить освещение вдоль дороги. Активисты Народного фронта направили обращение в городскую администрацию. Выяснилось, что местная дорога от улицы Скачилова до выезда на Сельдинское шоссе бесхозная и на балансе управления дорожного хозяйства не числится. Потребуется время, чтобы включить этот участок дороги в реестр муниципальной собственности. Будут проведены работы по обследованию уличной дорожной сети. После этого будет дорога принята на баланс муниципалитета. После этого будут выданы технические условия на проектирование на данном участке дороги технических средств организации дорожного движения. Для безопасности пешеходов и транспорта. Завершить процедуру специалисты обещают до конца года. Работы по установке ограждения и освещения намечены на 2024. Жителей такой расклад устраивает. Они готовы подождать ради того, чтобы досуг их детей наконец-то стал безопасным. Ирина Шмыгова и Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Сейчас середина лета, но в школах региона кипят строительные работы. К новому учебному году для учеников двери должны распахнуть новые кванториумы. Один из них появится в 6-й городской гимназии. Рабочие на объект зашли всего несколько дней назад. Первым делом взялись за демонтажные работы. Всего под кванториум будет оборудовано 6 кабинетов. Все они расположены на одном этаже. Объединит их и общий дизайн-код. В общем дизайне, коридоры, рекреации, которые будут оформлены в едином стиле. Кванториум откроет новые возможности не только в рамках дополнительного образования. Современные оборудования будут использовать и во время уроков. А внеурочная программа будет отличаться. Она более углубленная. Причем направлений масса практически на любой вкус. Биотехнологии, то есть биоквантум, робоквантум, робототехника. IT-квантум – это программирование. Хай-тек-цех – это технология, связанная с обработкой материала и так далее. И квантум связан с беспилотными летательными аппаратами. Записаться в кванториум смогут не только местные гимназисты, но и ученики из других школ. Занятия для всех будут бесплатными. А открыть свои двери детский технопарк должен уже 1 сентября. Том Сойерфест добрался до Измайлова. На счету фестиваля сохранение исторической среды сотни восстановленных зданий по всей стране. Теперь в списке и дом инженеров. Деревянное строение из архитектурного ансамбля суконной фабрики симбирского купца и мецената Николая Шатрова. Четыре года назад дом на центральной улице рабочего поселка сменил хозяев. А вместе с ними статус на общественное пространство и облик. В ветшающем здании потихоньку начался ремонт. Здание мы реставрируем уже четвертый год. Том Сойерфест нам помогает второй раз. Приехали волонтеры. В прошлый раз нам помогали расчищать территорию. И с фасадой из задней части здания. И внутренние работы небольшие. Том Сойерфест – это десятки рабочих рук. А еще спонсорская поддержка. Думаю, инженеров дали инструменты, краски. На подходе колористическая карта. С ее помощью зданию постараются вернуть близкий к первоначальному облик. Сейчас нам восстанавливают именно по фотографиям, по документам, как это выглядело здание. Восстанавливаем именно тот вид, который был изначально у этого здания. Эта комната в доме была самая первая восстановлена еще в 2019 году своими силами. И здесь у нас каворкинг, где есть столы, рабочие места, стулья, проекторы, кран, печка и Wi-Fi. Это место, где можно поработать тихо или порисовать. Ну, что угодно. Такое тихое место для работы. Которое востребовано. В Дом инженеров приходят на лекции, мастер-классы, праздники. И к истории, хранящейся в каждом уголке бывшего дома симбирского мецената. Это, на самом деле, исторический артефакт. Ему тоже больше 100 лет уже. Это табличка чугунная, настоящая, от котла, твердотопливный котел, который стоял в системе ТЭЦ. Считается, что на 20 лет раньше, чем в Симбирске, здесь было электричество. Ну, приходим довольно часто. Вот бывает просто сидим, разговариваем. Тут довольно атмосферно, хорошая компания. Вечером чай попить. Очень даже приятно с людьми. Я не одна. Вот, видно. У меня еще есть двое товарищей. Они сейчас в другом месте. Они с бабушкой уехали. А мы здесь были в прошлом году. Ну, поскольку вот тут маленький такой вот у нас человек, поэтому я тут могу. Чем могу, тем и помогу. Да, поэтому можно приготовить чего-то. Можно, в принципе, убрать. Это тоже дело. Можно покрасить что-то, если есть такая необходимость. Необходимость есть и не исчезнет до сентября. За оставшиеся летние месяцы волонтеры помогут подготовить фасад Дома инженеров к покраске. По плану полностью обновить здание снаружи и завершить ремонт на втором этаже. Гульнара Шарипова, Юрий Давыдов. Вести Ульяновск из Барышского района. В Старом Айнском районе возрождают сельские клубы. Это стало возможно благодаря областной программе поддержки местных инициатив. Часть денег вносят сами жители, а остальное доплачивает областная казна. В селе Новиковка местный актив собрал на ремонт клуба 7% от необходимой суммы. Чуть более 2,5 миллионов погасит администрация региона. Мы заменили кровлю, мы заменили полностью фасад, а штукатурили. Сумма проекта 2 миллиона 400 тысяч. Осталось полы сделать, вторичная покраска стен, санузел к завершению, входная группа, плитку положить. Судьба клуба решалась на местном сходе граждан. Сельчане решили, что он им нужен в первую очередь. В итоге была оформлена заявка на участие в программе. Область ее одобрила. Первое время, пока крышу крыли, приходили, смотрели, фотографировали, ссылали своим родственникам фотографии. Хочется прийти, встретиться, но эти засели у телевизора все. А вечерами, особенно зимними вечерами, приходят сюда и ребятишки тут встречаются, репетируют, готовятся к концертам. И взрослые у нас люди, у нас ударенное село. Частичный ремонт клуба продлится до конца июля. А уже в будущем году сельчане планируют отремонтировать помещение местной библиотеки. Она также находится в здании клуба. Фок-лидер готовится к новому сезону. Плановое техническое обслуживание идет вторую неделю и половина работ позади. В первую очередь на спорт объекте занимаются подготовкой льда. Старое покрытие срезали, нанесли новую разметку, готовятся к заливке корта. Также проводится профилактика холодильного оборудования и отдельное внимание уделяется ремонту раздевалок. По раздевалкам это каждый час находятся новые и новые хоккеисты. Это душевые, это туалеты, это достаточно такое, скажем, самое эксплуатируемое, самое расходное место. И, скажем, ремонт раздевалок для нас сейчас очень оптимальный. Надеюсь, что хоккеисты придут и обрадуются нашим новым раздевалкам. Стены в раздевалках уже покрасили. Новое напольное резиновое покрытие закупили. Осталось сделать потолки. Все работы обещают завершить к началу сезона, к 1 августа. В этот же день спортивная школа «Лидер» открывает набор в секцию хоккея с шайбой для детей младшего возраста. В этом году на ледовом покрытии спорткомплекса тренируется группа из 300 детей и нескольких любительских взрослых команд. А сразу после информации о погоде смотрите программу «Арт-студия». В гостях у Александра Филатова сегодня художественный руководитель Юго-Осетинского драматического театра, заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия Тамерлан Дзуцев. И на этом наш выпуск завершен. Доброго вам вечера. В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо расти. Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области плюс 7, плюс 12, в Ульяновске от 7 до 9 градусов тепла. Завтра днем по области плюс 19, 24, в Ульяновске от 20 до 22 градусов выше нуля. В большинстве районов области сохраняется высокая пожарная опасность четвертого класса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова